Здравствуйте! Эфир Амурского областного телевидения. Продолжают выпуск новостей в студии Оксаны Холодовой. В начале основные темы. Беженцам из ДНР и ЛНР жители Благовещенска отправили в Ростов-на-Дону сотни килограммов гуманитарной помощи. Теперь в одно время в образовательных учреждениях при Амуре с 14 марта будет отменен каскадный прием детей. Ситуация с заболеванием коронавирусом нормализуется. Ради получения российского гражданства в Амурской области два брака с иностранными гражданами признали недействительными. Воспитывают патриотов. Более 200 амурских школьников посетили парки «Патриот». Сотни килограммов гуманитарной помощи отправили жители Благовещенска в Ростов-на-Дону. 50 коробок с продуктами длительного хранения, одежды и постельным бельем распределят по пунктам временного проживания, в которых сейчас находится большая часть беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Анастасия Слесарева расскажет подробнее. Сбор гуманитарной помощи сейчас продолжается в 11 супермаркетах Благовещенска, где установлены специальные тележки для наполнения товарами первой необходимости. Сегодня здесь все, что удалось собрать буквально за считанные дни. Крупы, детское питание, предметы гигиены. Всего 53 коробки. Эту гуманитарную помощь собирали при поддержке правительства Амурской области на базе штаба «Мы вместе». Акция стартовала 7 марта. Она проходила в основном на территории города Благовещенска, но она продолжается. Сейчас у нас откликнулись многие территории с Амурской области, готовы соединиться близлежащие районы и даже удаленные. То есть она будет сейчас расширена и продлены ее сроки. Кроме содержимого тележек добра, гуманитарный груз пополнился и десятками коробок с консервами, паштетами и тушенкой от профсоюзов Преамурья. Сегодня ситуация на Украине очень сложная. Профсоюзы Преамурья не могли остаться в стороне. Это не первая наша гуманитарная помощь. Ранее мы ее направляли через региональные профсоюзы Юга России. Сегодня решили скомплектовать через Общероссийский народный фронт. Мы закупили продукты долгосрочного хранения, детское питание и тому подобное. Эта помощь будет продолжаться, пока эта ситуация вся не закончится. Приносят все – макароны, тушенку, детское питание, а бабушке нам даже мед передали. А это уже Белогорск, куда прибыла машина с гуманитарным грузом из Благовещенска. Здесь все собранное из областного центра погрузили в другую машину. Транспорт предоставили представители Забайкальской железной дороги, волонтерский отряд «Дорога добра». Они также собрали коробки с макаронами, солью, мылом. Для детей подготовили питание и наборы для рисования. Автомобиль отправляется с Белогорска. По пути в Читу он будет останавливаться на станциях. Его будут контролировать, то есть знать, кто где передавать по станции. Где-то будут на трассу вывозить, где будет неудобно заезжать, где-то будет машина заезжать, если много забирать. И прямиком до Читы. До 14 марта автомобиль с гуманитарной помощью должен добраться до Читы, а уже 15 числа на самолете его доставят в Ростовскую область. Анастасия Слесарева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В епархии областной столицы организован сбор помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, которые остались в зоне конфликта на Украине. Сделать пожертвования можно в храмах и монастырях Благовещенска 13 и 20 марта. Ответственные за сбор церковнослужащие, собранные средства поступят на счет Синодального отдела по благотворительности, который координирует помощь церкви беженцам. Уточнить интересующие вопросы можно по телефону, который сейчас на экране. В образовательных учреждениях при Амуре с 14 марта отменят каскадный прием детей. Это решение было принято на заседание оперативного штаба, которое прошло в региональном правительстве под руководством губернатора Василия Орлова. По сообщению главного санитарного врача области Ольги Кургановой, в регионе наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. На прошедшей неделе число инфицированных уменьшилось на 36%. Большинство амурчан переносят ковид в форме ОРВИ. С 14 марта образовательный процесс в школах, вузах и СУЗах будет с соблюдением только утреннего фильтра, входного температурного контроля и кабинетной системой образовательного процесса. В Амурской области два брака с иностранными гражданами признали недействительными. Зарегистрировать отношения ради получения российского гражданства планировали в Шамановском районе. Вопрос контроля и предупреждение нарушений в этой сфере рассмотрели в управлении ЗАГС региона. Совместно с представителями правоохранительных органов и силовых структур области принят ряд перспективных решений, которые в ближайшее время будут запущены в работу, в том числе по внесению изменений в законодательство России. Среди них пункты, которые регламентируют процедуры заключения и расторжения брака, а также установление отцовства. Меры будут направлены на обеспечение прозрачности процедур предоставления государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния. Интересы граждан также планируют учитывать. Отметим, что за три года в Амурской области зарегистрировано более тысячи браков с участием иностранцев. Практика сегодня в целом Российской Федерации и у нас в Амурской области по двум актам гражданского состояния, это создание семьи и установление отцовства, вызывает несколько опасений в том, что семья не всегда создается с целью создания семьи, а больше с целью получить какие-то дополнительные льготы на территории Амурской области. Ну, в частности, может быть, более оперативно получить российское гражданство. По факту массовой драки на территории строительства Амурского газохимического комплекса, в которой были травмированы четыре человека, региональная полиция проводит проверку. В областном ОМВД журналистам сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве между гражданами иностранных государств, работниками одной из подрядных организаций. Драку прекратили сотрудники службы безопасности, все ее участники установлены. В результате за помощью к медикам обратилось четверо граждан. Сейчас по факту ЧП проводится проверка, обстановка полностью под контролем правоохранительных органов. Амурские парки «Патриот», которые находятся возле Благовещенска и Белогорска, открыли новый сезон экскурсий для школьников. Первыми в этом году военно-патриотические площадки посетили более 200 ребят из четырех районов области. Для многих эти поездки стали настоящим подарком. Почему, знает наш корреспондент Екатерина Талалай. Такого оживления на территории парка «Патриот», который находится на полигоне Двогу, недалеко от Благовещенска, не было с прошлого года. Экскурсии возобновили с 11 марта. Сюда несколькими группами приехали более 120 ребят из ближайших районов – Благовещенского, Октябрьского, Константиновского. Итак, ребята, сейчас мы с вами направляемся на первый объект, откуда началась наша история Амурской области. Это мы проходим с вами на Албазинский острог. Его копия состоит из крепостных стен, часовни и трех башен. Это первая очередь стройки. Вторая включает в себя внутреннее сооружение – амбар, колодец и дом воеводы. Их планируют завершить до конца 2022-го. Албазинский острог торжественно открыли в мае прошлого года. И с тех пор эта точка неизменно пользуется спросом у гостей парка. В частности, дети узнают из лекции, что это реконструкция первого поселения русских на Амуре в 17 веке. И находилось оно в Сковородинском районе. В прошлом году велись раскопки археологические на территории Албазинского острога, где привлекались как раз школьники. Как я знаю, привлекали школьники, также будут производиться и в этом году раскопки. Вторая точка экскурсии более обширная. Это партизанская деревня, где представлен целый комплекс объектов. Штаб, школа, столовая, красный уголок, медпункт, землянка, а также выставка техники и вооружения – более 20 единиц. 14,7 – пулемет, находящийся вот там на башне. Также есть система туча и система активной защиты, находящаяся вот на броне. Это система активной защиты от разных снарядов. Современное вооружение и то, с чем наши прадеды отстояли мир во время Великой Отечественной войны. Выставка техники и в целом экскурсия в парк «Патриот» впечатляет не только школьников, но и их наставников. Педагог Василий Козлов привез учеников кадетского класса из небольшого села Верхний Уртуй. В местной школе всего 57 учеников. Из них 9 лучших получили в качестве поощрения эту поездку. Вообще посещение парка впервые у нас. Конечно же мы видели информацию Патриотического парка по телевидению. Нам хотелось посетить этот парк. Конечно же для них будет эта гордость в школе, что именно в этом парке мы были, познакомились с историей, принимали участие в выпуске боевого листка. Мастер-класс по выпуску боевых листков провели в столовой. Это также копия помещения периода Великой Отечественной войны. Задача ребят – почувствовать себя в роли военных корреспондентов. В первой колонке разместить факты из курса истории о том периоде. Во второй – обращение к ветеранам. В 1941 году на СССР напала фашистская армия. Но мы не сдались и победили. Ни один человек не побоялся стоять в нашу родину. И мы победили это страшное время. Я желаю дорогим ветеранам мирного неба над головой. Желаю, чтобы никогда не повторилось то страшное и голодное время. Я здесь впервые. Экскурсия на данный момент очень нравится. И, в принципе, советую всем посетить данное место по возможности. У меня есть план на будущее поступить в ДВОКУ и начать военное дело. То есть служить в спецназе. И это, мне кажется, поможет очень при поступлении. В Амурской области два парка «Патриот» недалеко от Благовещенска и Белогорска. Если первый в день старта нового сезона экскурсии принял более 120 школьников из трех районов, то второй – 80 ребят из города Шимановска и ближайших сел. По поручению губернатора эти экскурсии начались еще с прошлого года. Но в 2021 году, к сожалению, пандемия нам помешала охватить много детей. Тем не менее, 4,5 тысячи детей посетили парк. В этом году по предварительным заявкам, которые мы собрали, у нас более 15 тысяч детей должны посетить за год. Плюс город Благовещенск, они идут по отдельному графику, потому что у них, естественно, количество обучающихся, которые хотят приехать сюда, гораздо больше. Такие экскурсии предназначены для амурских школьников с 5 по 11 классы. Они будут приезжать сюда по графику два раза в месяц по пятницам. Следующий заезд запланирован на 25 марта. Завершат сезон в конце октября. Кстати, летом сюда планируют привозить ребят из детских оздоровительных лагерей. Екатерина Талалай, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В Амурской области проходят классные часы, на которых школьникам разных возрастов рассказывают о единении народов. Уроки проводят для воспитания патриотизма, а также для того, чтобы ребята в свете последних мировых событий научились отличать достоверную информацию от фейков. Одно из таких занятий организовали в Благовещенской школе номер 26. Там побывала наша съемочная группа. Я сейчас вам предлагаю посмотреть фрагмент из художественного фильма «В бой идут одни старики». Видели кто-нибудь? Фильм был снят в 1973 году Леонидом Быковым, украинским и советским актером. На примере отрывка из фильма «В бой идут одни старики» девятиклассники совместно с классным руководителем обсудили историю народов, проживающих в советское время. Обсудили общую культуру и традиции России, Белоруссии и Украины. Ребятам был представлен ряд известных пословиц. Задача состояла в том, чтобы определить, от какого народа они пошли. Сделать это было непросто. Урок также помог разобраться в потоке информации. В фейках бывает очень много ошибок. И чтобы вычислить фейк, можно проверить грамотность написания слов. И, например, когда мы видим разные видео, мы можем понять, что это фейк из-за, например, высоких тонов людей, которые разговаривают. И фейки могут быть из-за того, что, например, задержка информации по времени. Например, информация, ну, события произошло где-то месяц назад и сообщили только сейчас. Я узнала множество сходства языков Украины и Белоруссии. Когда мы даже разгадывали, к какому народу относится одна из пословиц, я множество, если честно признаться, не угадала. Потому что всегда думала, что это именно русские, оказывается, это, ну, множество национальные. Что это и Украина, и Белоруссия, оказывается. Вот. Ну, самое важное для меня было узнать, что во время Второй мировой войны мы сплотились. Ну, Белоруссия, Украина. И, ну, не бросили друг друга. Такие беседы с детьми, где их учат анализировать информацию, проходят по всей России. В связи с многочисленными обращениями родителей, педагогов и образовательных организаций о необходимости дополнительного информирования детей на федеральном уровне также организовывают единые онлайн-уроки. Детям рассказывают о причинах следственных связях нынешних исторических событий. Родителям дают рекомендации о том, как защитить детей от информационных манипуляций. Урок «Единство культуры народов славян». Мы проводили этот урок в серии уроков, связанных с последними событиями. Но классные часы, которые проходят у нас в школе, единые классные часы, они направлены на то, чтобы дети получали, во-первых, достоверную информацию, во-вторых, они научились разбираться в потоке информации. И, конечно же, немаловажно это воспитание нашего подрастающего поколения в духе единства, в духе сплоченности. Евгения Хмелева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Лаговещенске для девочек из неблагополучных, малообеспеченных и неполных семей собрали наборы для любимых. Акцию приурочили к Международному женскому дню. Подарки формировали в течение недели. Все желающие могли принести шампунь, расчески, наборы косметики, средства для ухода. Акцию организовали волонтеры культуры. 20 девочек в возрасте от 6 до 12 и от 12 до 18 лет. Сами наборы помогли формировать неравнодушные граждане. И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Заходите на наш сайт amurobl.tv, самые свежие новости, и на наши страницы в Инстаграм. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин